Здравствуйте, друзья! На ваших экранах 3D News Daily, а это значит, что пришло время для порции свежих новостей из мира хай-тек. В феврале в сети появились слухи о том, что Microsoft тестирует премиум-версию Outlook. Изначально все выглядело так, будто речь идет о бесплатном дополнении для подписчиков Office 365, однако новые сведения говорят о другом. Это будет подписочный сервис стоимостью 4 доллара в месяц. За эти деньги Outlook.com Premium представит пользователю почтовый ящик без рекламы, расширенные возможности совместного использования календаря и возможность выбирать из пяти доменных имен для своего ящика. Последний пригодится тем, кто не в восторге от Outlook.com и Hotmail.com на своей визитке. Первый год использования премиум-версии будет бесплатным для всех, однако пока получить доступ можно только по приглашению. Если хотите подать заявку, загляните в описание ролика, мы оставили там ссылку. HP представила ноутбук Spectre, с которым собирается вступить в бой за кошельки любителей тонких и производительных устройств. Новинка толщиной всего 10,4 мм, оснащается процессором Core i5 или i7, а также Full HD экраном диагональю 13,3 дюйма, покрытым стеклом Gorilla Glass. Максимальный объем оперативной памяти составляет 8 гигабайт, а емкость SSD накопителя, в топовой конфигурации составляет 512 гигабайт. В тонком корпусе Spectre нашлось место для гибридной батареи, способной питать ультрабук на протяжении 9 часов. Снаружи можно заметить три разъема USB-C, два из которых поддерживают Thunderbolt, а также динамики производства Bank & Olufsen. Хотя первым делом внимание привлекают медные акценты, щедро украшающие торцы кнопок, корпус и вообще все, на что только падает взгляд. Цены на новинку начинаются от 1170 долларов, предзаказ на сайте HP откроется 25 апреля. Сколько он будет стоить в наших краях, пока не уточняется. Сегодня PlayStation 4 получит крупное обновление. Прошивка версии 3.50 добавит несколько социальных функций, таких как уведомления о появлении друзей в сети, планирование совместных игровых сессий и упрощенное подключение к игре друга, а также одну антисоциальную. Это мы о возможности скрыться в оффлайне и поиграть в одиночестве. Но главным нововведением станет добавление поддержки Remote Play на ПК и Mac. Теперь вы сможете транслировать игры с PS4 на компьютер в разрешении вплоть до 720p. Кроме того, будет реализована нормальная поддержка геймпада DualShock 4 на ПК. Вам больше не придется устанавливать программки, которые будут выдавать его за контроллер от Xbox 360. Больше новостей ищите на 3dnews.ru и не забудьте подписаться на наш канал. До встречи, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok